В обычно очень людном историко-культурном центре сегодня как никогда пусто, но эпидемиологическая ситуация не повод прекращать знакомить школьников с историей Великой Отечественной войны, поэтому здесь решили записывать онлайн уроки мужества. На сегодняшний день, конечно, это выход в ситуации, по крайней мере, можно обратиться, тем более дети находятся сейчас на каникулах, у них свободного времени много, они могут обратиться к этому. На сайте историко-культурного центра можно посмотреть все те программы, которые у них на сегодняшний день проходят. А у нас каждый день проходит программа, мы каждый день записываем эти вещи. Процесс несложный. Свет, одна камера, микрофон. В остальном так же, как и при обычном массовом мероприятии. Ведущая, сотрудник историко-культурного центра, на фоне военной хроники рассказывает о нескольких эпизодах Великой Отечественной войны. Мальчишки в солдатских и мастерках, они встретили войну, не успев подзрослеть, и война их воспитывала. Этот онлайн-урок был посвящен детям войны, нашим землякам, пережившим ужас того времени. Все уроки строятся на подлинных материалах и документах, которые хранятся в фондах ИКЦ. Например, воспоминания о военном детстве, тяжелом военном детстве. Николая Ивановича Данилова, Ивана Андреевича Бугрова или Петра Владимировича Сидорова. К сожалению, их сейчас нет, но остались воспоминания. И это яркие, живые воспоминания. А для ребят это очень важно. Такой формат позволяет прикоснуться к истории Великой Отечественной войны не только школьникам, которые обычно были гостями уроков мужества, но и всем, кто пользуется всемирной паутиной. Жительница Расторгуева Валентина Васильевна Приказчикова. В то время она была школьницей. Мы дежурили бригадами, наблюдая за небом. На полях Расторгуева в деревне Жуково стояли воинские части и зенитные батареи. Следующий онлайн-урок будет посвящен малолетним узникам концлагерей. Он пройдет в апреле. Неизвестно, какая обстановка с пандемией нас ждет в мае, но сотрудники историко-культурного центра намерены продолжать делать онлайн-уроки столько, сколько понадобится, и уже готовят большую программу в честь празднования 75-летней годовщины Великой Победы, пусть и в онлайн-формате. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, ВиднетВ.